здравствуйте дорогие гости моего канала и те кто смотрят можно сказать на постоянной основе мои видео видео моих выступлений я вам очень рада долгое время я ничего не записывала поскольку график работы был напряженным ну и плюс скажу честно я немножечко простудилась и это неудивительно потому что сейчас на дворе осень сезон простуд поэтому одевайтесь потеплее пейте витамины но а я расскажу несколько интересных историй о цыганской магии и скажем так наблюдение из своей жизни и жизни людей и так история про цыганскую магию когда мне было лет 10 мой папа работал в одном из очень престижных ресторанов нашего города он был музыкантом там а мама на то время проводила как раз свадьбы юбилей в общем банкеты разнообразные и они были очень востребованы и вот однажды папе звонят с работы и говорят что пришел один мужчина и он хочет заказать очень помпезную свадьбу свадьбу для детей высокопоставленных чиновников каких-то будет что делать вы подъедете папа говорит но если ему не сложно пусть вот он подъезжает сюда к нам по нашему адресу хорошо приезжает этот мужчина значит на парке появляется мужчина который одет мягко говоря не очень хорошо небольшого роста смугленький такой как говорят чернявенький и этот мужчина значит проходит к нам зал и начинает рассказывать что будет очень большая свадьба с очень большим количеством людей на ней будут знаменитости на ней будут разнообразные высокопоставленные люди и вот из ростова жених с невестой будут на тройке с лошадьми ехать прям до ейска и все это будет чуть ли не с цыганским коллективом с медведями там балалайками то есть кучу кони люди как всегда вот и вот это он своим рассказом то я вижу что мои родители просто слушают вас вот такими глазами каждому слову просто вот внемля а я сижу думаю что то странное но странно какие-то несостыковки а я была ребенком очень достаточно любознательными всегда когда заказчики какие-то приходили я тихонечко сидела где-нибудь в углу комнаты и слушала о чем они говорят да у детей есть такая особенность и вот тут он говорит ночевать я наверно останусь у вас потому что время уже позднее а мне здесь не у кого остановиться и мои родители абсолютно без всякой задней мысли соглашаются на это хотя они такие люди которые очень осторожны очень внимательные к новым людям играют да да конечно оставайтесь потом я отдельно отвожу маму стулья бы мама ну как же так человек-то новый мы его вообще не знаем какой-то ну подозрительный мы не видели даже его документов кто он такой что он такой человек уже надо помочь ему же некуда идти но некуда идти так некуда идти хотя гостиницы существуют уже очень много лет и даже были гостиные дома которых можно было остановиться но почему-то он остановился у нас скажу честно ночью я тогда не сомкнула глаз я лежала прислушивалась к каждому шороху мне было страшно что он там нас поубивает или обнесет квартиру но на утро он проснулся и уехал уехал и мама опять же моя уже когда наступило утро она себя вела совершенно по-другому она говорит ой почему мы его оставили странно это меня гад какой-то гадну как помутнение рассудка случилось это потому что я говорю ну вот как будто мне какую-то команду дали что надо согласиться с тем что ему нужно переночевать у нас вот больше мы его не видели в ресторане его тоже не видели но что характерно когда он в ресторане тогда появился его даже накормили своими коронными блюдами безвозмездно то есть человек определенно обладал даром гипноза цыганского скорее всего потому что я больше чем уверена что он был цыган потом в моей жизни чуть позже была история когда мне было лет 19 мы поехали с родителями в одну из станиц к нашим родственникам пошли на местный рынок и это был декабрь месяц у меня была шикарная куртка с таким натуральным мехом песцовым и вот я иду ко мне подходит одна бабушка это бабушка она спрашивает меня сколько времени и я обращаю внимание сразу почему-то на ее глаза они такого невероятно красивого серого цвета таких глаз я вообще в принципе никогда не видела это же бабушка со смуглой кожи седые волосы такие кучерявые и дальше она мне когда в карман залезла за телефоном она что-то говорит запомни вот это время почему дальше на нее смотрю и начинается мне ощущение как будто бы вот становятся ноги ватными я такая ну какая-то такая расслабленная на нее смотрю она мне что-то рассказывает в этот момент подходит моя мама берет меня за руку и говорит пойдем и отводит и говорит ты что делаешь и я такая а смысле но ты не видишь что ли это же цыганка и вот в этот момент когда мама у меня начала как бы в себя приводить я действительно начала осознавать что по ходу это бабушка тоже начинает что-то такое применять для своих каких-то целей так что очень надо быть осторожными очень и с тех пор когда ко мне приближаются цыгане а их в краснодаре тоже немало я вообще с ними не либо не иду ни на какой контакт либо просто так ушли отсюда быстро все других вариантов нет потому что иначе никак вот но и как я говорила кое-что из наблюдения жизни недавно я выставила видео с последнего выступления которое у нас проходила в баскет-холе посвященная дню единства си вот и видео кто-то написал такой интересный комментарий хотя в принципе догадываюсь кто потому что там одно слово прям очень выдает этого человека вот на общем комментарии о том что петь мы не умеем какой позор что мы не пищем и надо чтобы вот вокалисты были с такими голосами что цитирую волосья дыбом стали волосья культура ничего не сказать культура так вот наблюдение сколько я общаюсь с разными людьми я замечаю что действительно счастливые люди они никогда не станут писать какие-либо гадости под чужими фотографиями или видео да и может что-то не понравится но свое мнение они держат при себе и им некогда заниматься какой-то ерундой пытаться кого-то задеть кого-то укусить соответственно мне тоже таких людей с одной стороны жалко что я понимаю что ну несчастный человек и вот он так самоутверждается за счет написания какой-либо гадости а с другой стороны но они у меня вызывают отвращение такие люди то есть вместо того чтобы пойти и начать делать что-то свое действительно нужная полезная может даже умная они предпочитают написать глупую гадость странное создание не правда ли вот и обычно такими вот комментариями страдают люди у которых допустим на странице соцсетях где-то какие-то цветочки бабочки женщины которые позиционируют себя к примеру как счастливая мамочка которая допустим воспитывает ребенка своего такая вся но при этом это мамочка настолько внутри недовольна своей жизни что она плюется ядом во все стороны не отвратительные допустим отношения с коллегами на работе у нее отвратительные отношения с собственной семье у этой мамочки может быть даже и друзей нет она ребенка своего воспитывает примеру как попала но считает своим святым долгом написать плохой и гневный куда-то комментарий переругаться с кем-то или еще что-то так вот дорогие люди человеки как говорится вместо того чтобы страдать подобными глупостями займитесь собственной самореализацией поверьте когда вы будете заняты делом у вас не будет времени на то чтобы писать гадости да и просто желание ну а у меня на этом все будьте счастливы здравы независимы от чужих мнений независимость независимо от гипноза чужого всегда на позитивном ладу берегите себя будьте здоровы и сохраняйте свой иммунитет причем иммунитет не только физически но и душевный всего хорошего пока пока